Диапазон критики от, зачем вы это трогаете, потому что все хорошо, надо только дать деньги, до, там, на другом полюсе критики, что вы в этом понимаете? Теперь давайте поймем, в первую очередь, от кого звучит критика. Критика звучит от людей, ну, скажем, непосторонних в спорте. Одни с точки зрения результатов непосторонних, другие с точки зрения проведенного времени в спорте. И тогда возникает вопрос. Вопрос, касающийся времени и системы. И это значительно уже шире, чем спорт. Действующая, вот по сегодняшний день еще действующая система в спорте, она берет свои корни в Советском Союзе. Система была построена с учетом социалистического строя, с учетом той системы аккумулирования средств, той системы распределения средств, той системы управления. Прошло 23 года. На сегодняшний день говорить о том, что система сложенная в то время, жизнеспособная сегодня, я думаю, бессмысленно. Если кто-то будет отстаивать, что сегодняшнее условие подходит для существования той системы, тогда, я думаю, что надо вообще с этими людьми обсуждать другое. Значит, вопрос, надо реформировать или нет, если не действует ни один из параметров. Булатову инкриминирует вот это вот, дошедшее до вот этой точки существования той системы, ему это ставят в вину, как решение не финансировать до США. И ему инкриминируется закрытие до США, о чем речь вообще не идет. Я не собираюсь выступать адвокатом Булатова. У него для этого есть другие люди. Я говорю о защите идеи реформирования. Витископ. Спортивное видео.